итак всем привет всем добрый вечер ну что сегодня дэнди опять сборник 64 в одном хотя казалось бы казалось бы должна быть игра нормальная потому что хорошая компания производитель и вроде бы и жанр не самый худший но имеем то что имеем сейчас чуть-чуть тут настроюсь до 1942 от капком да это ранее капкомовская игра они конечно грешили играми не очень поначалу но что поделать ладно видите даже демки нам не хотят показывать поэтому сейчас пишу мовик ох дай бог терпения великолепная музыка великолепно все в этой игре что говорит что турбострельба посасывает что обычная долбить но я буду без труба кнопки пока что то некоторых самолетах лучше конечно турбированную использовать поэтому все таки буду очередями палить на есть обычные самолетики и самолетики за тысячу есть за больше а а а а а а да кстати еще тут одна фигня тут не прожимается иногда стрельба то есть вот стреляешь обычно нормально но турбо он может не сразу выстрел выдать это ли не замечательно ладно будем врубать периодически труба палец естественно на прохождение без контов я не рассчитываю даже это будет чем-то чудесным считаю что я не мастер шмапов да кстати стрельба тут реально прожимается через раз то вам нехорошие добротные шмапы да чем плюс тут действительно за очки достаточно часто жизни раздает мы уже в первый же уровень уже жизнь под за 20000 дальше вам будет за каждые 60 посмотрим я надеюсь что до 80 я доиграю а 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 что-либо комментирует тут сложно потому что в общем-то происходит одно и то же тем более стараюсь концентрированно проходить до понесить потом на одном месте по 10 раз никакого желания это делать здорово никит такая сегодня игра эта игра из-за заряда тех пройти вода забыть честно в детстве а точнее даже уже не в детстве а можно сказать юности и проходил с одного конта это по моему было после первого курса института чисто случайно не знаю как мне это получилось но я прошел вас одного конта все все о боже 30 с лишним уровней на радостях даже на каком-то шматочки записал это но так это и осталось на шматочки которые уже естественно те а нет это не тэлспин но это тэлспин на минималках я бы сказал на очень минималках хотя тоже от капкома как ни странно за уровень тут где-то 30 тысяч очков можно набрать примерно то есть по сути каждые два уровня будет очки за жизнь жизнь за очки великолепнейшая музыка просто даже сказать нечего и так потише я на микшере сделал чем самая интересная тема уровня ладно есть же нормально когда вот самолет прилетает на подлодку или что это на авианосе скорее данная носится конечно подлодка вот там то вполне себе приличная вот здесь такое ощущение что композитор спился к моменту написания этой великолепной мелодии как и мелодию когда теряя жизнь о самый лучший power up хотя конечно когда скопление большой самолетов самолетики по бокам чуть-чуть мешают но опять же если их составлять жизнь от этого не теряется а блин ну кстати да можно провести воздушный таран а в этот самолет а тут есть некоторые интересные вещи то есть тут есть система поверапов вот у нас уже таран произошел что еще есть есть системы интересными ну довольно нестандартные обского начисления очков то есть те же большие самолет которые вылетают сзади если ты за один присед за одну жизнь убиваешь все больше и больше ты очков дает все больше и больше начинают 2000 потом 2 500 3 и так далее то есть концу игры можно за них зашибать так неплохо учитывая что хотя бы один на уровне до появляются а то и больше для ранней игры ну блин я конечно какие два основных минуса у этой игры которые меня просто вот еще в детстве не особо были приятны первого это музыка вот это вот морзянка вот сейчас музыка нормально тем уровнем страх господин а 2 это неоправданная длина нахрена делать 33 практически одинаковых уровня не знаю вот вообще не могу понять хорошо туда из плюсов то что здесь есть бесконечные конты нормальное управление ну прорисовка еще ладно хотя задний фон иногда из уровня в уровень просто один и тот же и когда у нас будут будем полетать материки будет один большой минус это то что некоторые пули будут сливаться просто напросто с фоном вспомнил это бомба да тут есть power up и то есть как например 4 пули бомбочки или дополнительные самолеты есть возможность пикировать хотя это не сильно помогает скажу честно и ты просто не всегда можешь подобрать нормальный момент но блин это для меня реально игра из тех вот пройти и сейчас и все никогда больше не станет никогда да можно сделать скидку то что она ранее но в том том же году вышел на пример супер марио брос конечно это не шмат это платформер здорово димой предлагаю упороться интересной игрой при этом длинный длинный игру очень есть даже босса но опять же босс по сути один и тот же а кстати это уровень пацифиста тут есть некоторые самолеты которые специально даже не стреляют вот поверапчик который дает 5000 до играющий щедро на жизни кстати говоря в общем то каждые 80 тысяч по жизни иногда при повара по не появляются это неплохо ну практически да о блин я поставил на паузу эмулятор простите я нажал на каким-то хреном я нажал блин я теперь не знаю как паузу то убрать а я кнопку паузы каким-то образом уже очень интересно ладно я надеюсь мне карму это не зачтется где не специально это сделал я вроде enter нажал да вот он enter здесь не бесконечная игра тут написано сколько уровней осталось 28 а всего у нас в 33 тогда игра длинная игра часа на полтора сразу аэра блин вот эта самолетик сзади подлетает чуть-чуть стримает план да это жизнь все начинаются материки хоть какое-то разнообразие будут еще другие самолетики простенькие но все равно все это очень слабо выручает игру вот каким-то образом я избежал этих красных улик это самолет почти слился с местности вот поэтому это не бесконечно но а кстати еще один минус помимо музыки но это уже такой минус несерьезный что экран геймовера что экран прохождения они абсолютно одинаково только на экране прохождение написано congratulations дадим он кстати увидел что написал то что ждешь это хорошо интересно как ты напишешь не ждут а блин вот тоже что вот это за мелодия ну боль в ушах если честно то есть игра как будто психологически нас еще пытается ломать такое ощущение что композитор просто отспился к этому моменту написал хорошую мелодию возвращения на авианосец но когда его попросили на сделать все остальное уже все уже тремор в руках был конкретнейшая в голове просто лютый мрак ну реально по-другому и никак это назвать не могу она спикируем хотя это не сильно нам поможет вот видите я почти попал в самолет если бы игра была без бесконечных контов я бы даже не стал проходить на стриме 33 уровня полтора часа подряд даже учитывая что жизни здесь дают ну чуть ли не на каждом уровне эта игра в хрен не впилась вот так вот гостин гоблин с этим можно как-нибудь попробовать но именно американскую версию макаймуру нет абсолютно точно нет лимпов лимбискетов ты имеешь ввиду что ли а есть такая потому что я даже нигде не слышал не видел все таки это читаю новости о лимбискет хоть они конечно уже раз в пятилетку выходят хоть какие-то прознать назад даже незначительные а уж тем более книга про лимбискет это за счету новенькая или ты все-таки с линкинами спутал димон если с линкинами то я уже почти прочитал я ее нашел в книжном магазине у меня осталось 10 страниц в общем то этот инструкции по применению у линкин вот такая себе книга по сути так википедия style больше сказать нечего к сожалению новая информация там но я практически никакой для себя не обнаружил так но и безобидный самолет не считая того что они чуть-чуть а загораживают нам проход скажем так а вот этот уже обидный товарищ да у нас новенькие самолеты полетели такие крылатые так повара под меня улетели да кстати мне нравится то что еще вот эти самолетики вот это оранжевые которые несут все повара пьеса все завалить то что они все летят разными таскать фигурами и это и это определяет какой power up то есть соответственно ты можешь знаю какой power up ты можешь не бомбить сейчас лишний пикирование лимбкин парк да это круто нет ли если ты про инструкцию по применению линкин парк я уже говорю я уже купил и почти целиком почитал а вот про лимбийский ну или system of a down я бы все-таки почитал хотя в общем то как и случае с линкинами там хорошего конца по сути нет обе группы по сути развалились по сути говорю то есть в юридический нет никто не объявлял что все хана но можно сказать что так она и есть надо дающую бонусу за процент попадания кстати говоря еще дохренища уровня вот не просто их много их дохренища еще надо пройти а я уже ну не сказать что устал от этой игры но она меня уже подзадолбала о правильно power up тут реально power up он помогает ну там я ею я не не факт что проскочил вы конечно вот опять вот этот зеленая суша все честно некоторые самолеты с не сливаются да вообще на так внимание рассеивали расскажу конечно фоне море залететь интересно что я взяла хрен его знает по моему опять же power up самолетиками на второго мне решили не давать ох боль ну ладно все сегодня последний день когда мы с этой игрой знакомимся а босяра то может и завалить на может и не завалить такой супер босс самом деле это было офигенно потому что мы до него еле доходили даже по моему в детстве 1 на нет пару и не до холны и особо не выиграл в эту игру песклявая блин реально от этих вот этот и мордянки мозг начинает уже постреливать поэтому вопрос будет ли что-нибудь после 1942 я думаю вряд ли так по моему это бомбочка бомбочку надо беречь ну вот по сути толку от не видите крупных самолетов это времени летят поэтому ну что что можно сделать и под применение то что за тысячу самолет зарубил и все боль боль ладно сквозь боль будем проходить ничего не остается будут играть побольнее а а вот самолет видите за 5000 который маленький зелененький он тупо взрывается и все то есть на него не дают нифига если берет бомбу справедливо это я считаю не очень лучший раз похмелье да сейчас хотя хоть отдохнем чуть-чуть да это вообще же варю блин ну реально такое ощущение что просто композитор либо сказал я устал я ухожу и уволился к хренам просто без без отработки либо он просто вот сам был бухалый вот все что он смог и это и это про канала самое главное то есть можно было без музыки поставить как sky destroyer где просто шум мотора нет надо вот именно такой вот я не знаю я боюсь вот если у меня завтра весь день будет на работе это в голове играть это просто писец поэтому после этого стрима обязательно что не буду смотреть он кстати его именем и новый альбом вышел кто слушал мне лично понравился я разочек его прогнал мне понравилось даже немного получим камикадзе и уж тем более лучше чем ревайвл семнадцатого года валенту целый прям колонна можно сказать летит поэтому как раз таки можно еще раз новый альбом а именно прогнать после такого-то душа щипательного стрима уши щипательного вот как правильно все второго моего компаньона зарубили на корню да кстати по моему вот самый сложный уровень здесь то лишь и стоит то ли где-то вот такой потому что я помню я в детстве доходил до него и сидел на нем очень конкретно вот не удавалось вообще пройти даже почему середины потому что если тут врубаешь конку тебе даже дают середину уровня проходить они сначала но по крайней мере в этой дэнди в скай версии может быть в лесушный чуть-чуть по-другому ситуация обстоит возможно конечно он не тот куда нет тебя она он тут есть просвет за него уже 5 штук дают потому что их несколько подряд завалил опять же чем больше вознаграждение тем лучше так как мы таким образом приближаемся к очередной жизни я думаю еще будет боль так как я вообще не силен шмапов я собираюсь еще галагу проходить именно проходить то есть ну до определенного уровня как тмр до 32 учитывая что я играл в него достаточно много в детстве дальше 28 не доходил или 29 короче тоже будет боль ну как и все игры со сборника но я их буду сейчас проходить до отпуска некоторые потом в отпуске и все-таки возьмусь за хиты а потом уже будем миксовать скажем так может быть я буду две игры на два стрима подряд на пк проходите два раза два стрима подряд вот эти вот и и горе хотя собственно не только сборником все будет ограничиваться будут еще игры тоже бессмысленные беспощадные ну надо надо пройти ли хотя бы очень сильно попробовать что пройти те кстати турбокнопкой уже много уровня не пользуюсь все турбопалец выполняет хотя тут особо турбопалец не нужен так как количество выстрелов на экране ограничено поэтому ты просто с определенной частотой на все это давишь это какой-то клин очень странный самолетика но по-моему это этот пикирование дополнительно здравствуйте все плохо ну очень много когда я дойду до конца уровня или вот как сейчас сдохну будет написано сколько осталось уровней 23 то есть 10 пройдено или 9 уважайте труд пьющих людей композитор написал одну мелодию ему наверно заплатили аванс с этой мелодии и он сбухался по страшному хотел спасать где самолеты вот они прям гурьбой налетели там кстати еще некоторые как сдвоенные летят очень весело он еще так какие-то с треугольными крыльями полетели в общем то они все не сильно отличаются друг от друга там насколько я помню сука завалили но я помню да что попадаются такие уровни да я знаю что порт саркады дэймон ченну кстати тебе здрасте и вам здравствуйте твою мать я даже эту не увидел китаец в вьетнамке бегает с наганом я даже не знаю что это за игра и если кто-то в чате понял напишите знаете есть плюс я ее пройду и никогда даже браться за меня не будут реально а мне жизнь дали вот если будут сидеть бесконечно то она мне сильно поможет это я еще тихо сделал я обычно делаю звук в музыке так самое интересное просто композитор уснул бухой на синтезаторе это еще и уважаемые разработчики пропихнули то есть когда пойдет оставляем вот что самое печальное знаешь одно дело ему сказали что за херню то написал за три копейки из двух нот а то из одной наверное он просто ее сэмплирует как бы вот а нет сказали все все прокатывает причем ладно бы эта графика была бы там ужасная бляха и геймплей такой же 4 жизни тут просрал на ровном месте нет сказали оставляем все отлично и никто на бета-тестирование не задавал вопросов наверное кто не задал вопросов почему 33 уровень чего не сделать 10 с разным ландшафтом позади и кстати твин би например с тридцатью тремя уровнями причем там 5 и 6 из там с 1 по 5 абсолютно одинаковый задник я думаю сука зацепил меня вот и первый конт восхитительная музыка вам не кажется да тут есть конты слава богу я не знаю тут можно шутить бесконечно видят хотя бы середины уровня мы начинаем но блин как видим место очень говнистая казалось чем реально вот эти мелкие самолеты куда больше проблем доставляют чем это здоровый к примеру да там от него надо по уклоняться но тут жуткого avoidance я тут не вижу меня уже начинают это короче слабость аж в руках не от того что я долблю на клавишу огня потому что я понимаю что я только треть игры прошел треть а уже уже полчаса я практически игра до подлодочка вернее авианосец но мы в детстве все это подлодка его называли хотя бы как можно на подлодке сажать самолеты этот говнистый уровень пройден да здравствуй следующие 22 говнистых здесь эти уровни пацифист если самолеты на вас вообще не нападают кстати говоря то есть вот они просто подлетают к вам и улетают вот это было жестко с вашей стороны господа да еще конечно неприятно все таки задний фон он реально неприятен он бьет по глазам даже на черно-белом телевизоре он был неприятен так хорошо что меня протаранили я еще и жизнь получил пули сливаются самолеты сливаются твой самолет сливается но что это это правильный геймдизайн да нет конечно да это конечно не лютый трэш там как есть вот пока что худшая игра из тех что я проходил на неси это rampage блин вот за такую игру вообще надо судить там не только композитор был глухой болеха вот я его не увидел хотя смотрел не туда ладно справедливости ради опять тут же антураж что и хорошему уровню все то же самое на еще из-за этих самолета летят который перекрывать и пол экрана отстрелить их смысла нет потому что на тебя нападают другие самолеты вон еще . хозяйстве пригодится до музыку гейм овера кстати заценили когда я просрал все жизни охрененно это под такую только не знаю людей хоронить да бляха да ладно вот мы видим что и капком с чего-то когда-то начинал не только они черных плащей чипа дейлов и тейл спина делали но было это фронтлайн да господи фронтлайн уже проходили фронтлайн он хотя бы короткий там нет музыки да там такое ощущение что это игра с отари прям причем над графикой с графикой тоже что и на таре 2600 и управление там конечно кривенькой но она короткая прошел один уровень считай все игра пройдена да там есть задумка с этими станками маленькими большими но на эту игру я даже оценить не могу такие игры по большому счету ну это так поиграться не знаю посоревноваться кто дальше пройдет кто больше очков наберет все а здесь есть концовка эмузон драйвовый так это бомба бомба это хорошо отлично во время взял по-моему ten yard fight должна быть первая списках которые тоже у меня детстве была причем еще и изуродованная усложненная версия вообще она должна первые списки идти а потом уже на эти фото что-то самолетов сзади летит прям ого сколько надо же наконец-то нет вот этого долбаного материка на фоне и мы летим над океаном естественно наш полет прерывают вернее как не совсем прерывают разбавляют крупными самолетами на бомбардировщик лет или что или какой-нибудь грузовой военный самолет если такое бывает я смотрю да вот как брикман не зря говорил всяких говелные игры привлекают больше народу чем нормальный настолько зрители давно не было ну я gta san andreas не считаю я имею ввиду все-таки ретро тематику я даже сегодня днем чуть-чуть погонял в gta san andreas еще детей не было на стриме один там человек смотрел два сообщения написал и все еще думаю днем то san andreas конечно будут смотреть среднее количество зрителей 1 а главное да не сдохнуть перед самым авианосцем так чё 80000 не нифига еще рано еще 20 уровня по моему даже кстати говоря музыкальный кавер слышал на эту мелодию представляете себе так мне походу житуху дали гитарный по моему даже у кого battle toads battle toads я уже настримился по сути мне осталось что battle toads сеговскую пройти главное привыкли к тамошней физики и пройти бтдд на снесе но плюс может быть когда-нибудь я займусь возьмусь за ультра сложные хаки потому что оказывается в одиночку они проходимая я видел это на стриме на честном стриме но для меня это сложно лучше конечно с кем-нибудь в коопе пройти эти слой ультра сложные хаки ну правда вопрос с кем естественно в живую желательно ты ждешь 42 тебе понравился но блин ладно на самом деле здесь до плюс в том что она не из конты и они бесконечно если тут контов не было иметь ее эту игру в возвращенной форме от реально потому что если ты 33 уровня предлагают пройти с тремя жизнями пусть ладно и каждые там два уровня и будут давать еще одну то есть за игру ты можешь накопить до 20 жизни примерно то все равно знаете ли не стоит она того вот как например star force были там бесконечные канты и ладно я бы за нее взялся но так как их нет то и браться даже браться за нее не будут то есть не то что там проходить реально реальные попытки делать это вот точно абсолютно не каждому отдельно потому что она весит килобайт 10 от силы ну и опять же до легендарности это игры очень далеко есть такие шедевр как рэмпидж бока сука wars что-то у нас еще ну фронтлайн это отдельный кандидат если бы он был бы тоже из 33 уровней наверно да и о нем поговорили лунарбол вот но он же лунер пул там от версии зависит название тоже кто додумался пройти 60 столов чтобы показать концовку это просто даже трешем назвать нельзя это больше чем треш ну и туда же bird week кстати можно отнести с ее тоже охренительной мелодией с тем что надо проходить 36 уровней с охренительной управляемостью птички я кстати пробовала проходить когда топ составлялся но больше двух попыток я делать не стал так это еще легкая стадия данная так стоп блин тут надо на весь экран успевать смотреть зря это сделал ну ладно вроде как чуть-чуть да помогло эх война война отлично сострунили единственное да тут более-менее паттерн становится ясен у самолетиков он повторяется но тем не менее не всегда от него легко уклоняться в общем то да их удобно зачищать когда они еще только подлетают но опять же не всегда это получается этот за пятер у даже брать не буду все а блин да улетел ну ладно это еще ладно паттерн очень легкий в общем то понятно поведение самолетиков они летят по прямой потом летят твою сторону только вот эти твари мешаются я чуть из-за них жизни потерял ну все теперь прилетают зеленые которые летят ну не совсем хаотично но летят я даже не знаю честно вот какую оценку может дать этой игре какое описание при прохождении приделать как бы в игре плюсы есть это не говнище но из десяти баллов и не знаю даже 5 я не могу поставить там по пятибалльной шкале это что-то между плохо и удовлетворительно ну да как раз два с плюсом то есть пять из десяти где-то да вот кстати вот здесь поварап вот это вообще очень важен то что он вся середина экрана резко зачищается так босс все знаете какой у нас какие боссы сложные кстати он может реально пульнуть пулю туда наверх и случайно зацепить а кстати да можно полетать сквозь крыло ты должен за 140 вроде жизнь дать или я чё-то не знаю или за каждые 80 то есть за 160 ладно пофигу почему-то тональность у музыки резко сменилась блин только почти полу полыгры простите на то что ты каю просто я видать хорошо поел и а глядя на все это организма бросится организм еду назад сейчас почувствую подавать будет 1 конечно шучу на самом деле все это игра вот играю она блин мясо кривости особо в них нет в ней нету да не аппаратно длинная сложность и играть без звука кстати говоря есть в этом смысл потому что по звучанию ничего нужного нет то есть на что нужно ориентироваться какие-то звуки и так далее бомба которая никого не взорвала нормально а нет или уровень пацифистов да кстати вы смотрите самолеты летят но они толком ничего не делают да не потом летят вниз но по сути вы можете просто их отстреливать вот так а нет все таки летят зеленые я его тупо не увидел но мне за него дали чуть ли не 20000 по моему что резко осталось минус 4000 у меня денег да кстати есть такой с собой таранить его то за него дают что вообще-то мне меняем у суммы тоже фишка ли это или бак хрен его знаю скажу да фишки у игры есть но я уже повторяюсь но тем не менее да вот с этим когда один океан но иногда островки все-таки это гораздо проще проходится это глаза хотя бы так не напрягает все-таки спокойный синий цвет делать свое дело чем вот это вот разношерстные желто-зеленые хрен знает что впрочем все впереди еще о о 16 уровне осталось пол горы пройдено за 42 минуты там сейчас ближе к концу начнется и ужасы поэтому поэтому еще посидеть придется это на чем-то вот я нажал кнопку и был даже звук выстрела но выстрела самого не было как это понимать твоя игра я понимаю что это не критично это ладно не критично но иногда это может сыграть свою роль опять начинается вырви глаз вот блин даже зеленые самолеты хреново видно на этом поле блин что это песок с кустами хрен его знает вообще если честно вот за это тоже минус серьезный минус разрабам вот реально в одном и том же месте можно и как сделать нормальное и полную жопу ух ё-моё ты чё дэмон чена чё ты так испугался что случилось ты от боли в глазах либо написал это на ощупь найдя клавиатуру да минус глаза ну значит ты реально написал на ощупь набрал все буквы ну все все успокаивайся уже синий цвет спокойный холодный синий цвет все ох еще жизнь держимся 15 уровне всего лишь осталось уже большая часть позади но минус глаза еще будут предупреждаю потому что вот это обычно раскраска два или три уровня подряд бывает так вот то есть вот хорошее небо там ой какое небо блин море прорисовано все красиво самолетики но нахрена было такую цветовую палитру материков ну серьезно сириус лет чё за наф нельзя так просто нельзя блин вот эти вот конечно внезапные самолеты сзади хорошо что вот ниже чем я сейчас нельзя уйти и тебе хоть дают хоть какие то там какое то время на то чтобы уйти все выключаете яркость у мониторов боль блин вот я его почти не видел учитывая что он еще и со скоростью с приличной летел это не очень честно со стороны игры сейчас про проценты ладно как сказать можно тут не видишь не процент убитых самолетиков скорее всего процент попаданий потому что вряд ли я 80 процентов всех самолетов уничтожаю я в этом сильно сомневаюсь здесь скорее всего просто на хитрость можешь пойти со стопроцентными то есть тупо там сделать один выстрел он будет результативный я в этом уверен то есть здесь именно процент попадания так же как в той же галаге к примеру там то ж не обязательно а хотя нет там то обязательно всех перемачить ну в любом случае то есть если ты просто будешь например стрелять в пустоту процент естественно будет меньше хотя блин неужели вот у меня сейчас если посмотреть на половина выстрела в лучшем случае попадает но я сильно сомневаюсь что реально 80 процентов самолетов на экране сбила а там кто его знает может быть есть задроты он зайди на сайт ретро ачивминс там такие ачивки думаешь люди вы чё у вас реально есть столько времени так заморачиваться с играми тоже там есть ачивки действительно набрать 999 тысяч очков но потом по моему просто сбрасывается счетчик и идет с нуля ладно бог с ним если ты в общем то проходишь с одним кантом игру то этот лям наберешь то есть вы видите я на 23 уровне ну мы будем их считать в обратном порядке да сдох и сейчас 14 за 9 уровня набрал почти 300 тысяч соответственно за 33 то есть это почти в 4 раза больше естественно лям набрать более чем реально вот проверить 4 а да пожалуйста просто видишь уровень то надо еще долететь вот в чем дело то есть мало просто раз ну там можно конечно это попробовать пацифиста включить но опять же нужно большой самолет поразить всеми выстрелами эти то за 1000 они как бы безвредны они улетели и все блин как меня бесит этот ландшафт которого кровью практически плачешь поэтому после того как я познакомился с сайтом ретро ачивеменс я уже ничему не удивляюсь что люди все что угодно могут особенно вот этих простеньких 8 битных 16 битных игр именно простеньких с техническим планом естественно я не удивляюсь что когда-нибудь на бюрдвиг там будут ачивки пройти без смертей и ты получишь 100 тысяч очков сразу за это незамедлительно жесть что творится айрапом даже ну не подтормаживает но какой то легкий слоу моушен был местами блин чуть своего другана не подставил а пуля практически уже винт оцарапала мне о 13 уровня осталось счастливое число сезон сдохните еще жизня ну час десять потому что там скорее всего не сливали там без смертей а так как ты погибаешь ты совесть откатываешься на чекпоинт и естественно прибавляется время за счет этого я просто помню да я вот проходила с одним кантом и у меня реально чуть ли не полтора часа времени ушло не знаю что меня сподвигло тогда считаю что я в общем-то дэнди играл только лет до 13-14 так плотненько а потом уже доставал чисто на летних каникулах это далеко не каждый год это я не все летние каникулы далеко играл на что немножечко исключение составляет по моему когда ты очень много играл бейсбол бейсбол кстати тоже будет и скорее все тоже ближайшее время потому что он несложный и как бы короткий даже за один вечер можно и пару матчей будет сыграть если первые я проиграю то во втором можно будет отыграться косим всех пока паттерны позволяют что пули они не пускают и хорошо и не надо он уже все я носит 90 процентов попаданий 10 тысяч бонус я даже не знаю за сотку сколько там дают на на под полтинник какой нибудь знает троян не знаю не знаю не слышал особо опять же некоторые игры я мог видеть но особо не слышать потому что же горы я мелким в прокате брал различные картриджи жизни о блин загляделся куда-то туда я же прокате брал картриджи раз различными там тоже японскими играми которых хрен знает какое название я даже помню брал восьмиигровку и последней игрой там было хиноторе где вот этот бородатый человечек бродит все сына вообще не помню что там было вот реально и как-то этот сборник нигде особо найти не мог никаких сайтах типа там санчоса или нонгуднес то есть вообще никак да уже на не вспомнились сюда же мне попадется я прямо не скажу что примут это именно тот сборник блин ну пожертвовал своим самолетиком там реально деваться некуда было либо самому на снаряд либо пожертвовать друганом так как за друга на жизни не отнимают пришлось повернуть это да действительно чуть-чуть играют чуть 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 замедляется это может быть незаметно визуально но я вот чувствую по геймплею что самолетик как-то слегка за торможение летят в общем то конечно облегчает ситуацию это не так тормозит как в градусе к примеру один выставал один самолет дали 8 процентов тогда не знаю ну блин не может 12 самолетов быть на уровне или 13 сильно скилл вырос но по поводу моего скилла без комментариев он плохенький считаю что в игр я мало играю тем более стараюсь все таки как-то казуальная проходить я не могу даже вспомнить что есть сложно проходил вообще в своей жизни он battle toads только в детстве но и вот на приставки там в прошлом году их же прошел а вот на эмуляторе американскую версию не смог затащить то есть это уже о многом говорит волейбол тот же на соски я не смог пройти даже сколько четыре команды по маме прошел в итоге из 8 то есть это тоже делает можно делать выводы соответствующие по моему скилу так что нет просто эти игры в детстве играл и навыки выработанные в малолетнем возрасте они чуть-чуть остаются скажем так то есть посадить человек который в детстве вообще это вот не играл наверно и меня шансов больше на тем более сыграл в эту игру шансов больше у меня но посади нас за какую-нибудь одинаковую фигню я думаю уже не факт за одинаково незнакомую потому что он вспоминая как-то клюет над на тех же тинетонах тупил хотя они в детстве чуть-чуть играл ладно и супер контур тоже сколько четыре попытки ни разу не прошел болен до часто естественно играл я же говорю даже старался вот именно вот эти вот разгром и устраивать соперникам и даже дело же себе с челлендж не менять игроков во время матча и таким образом выиграл причем с приличным счетом у меня же остались считая вообще очень любил нормальные такие спортивные игры но не кривые прям до ужаса а именно более-менее такие вот как тот же был баскетбол ultimate мне нравился чё еще мне нравилось хоккей которая из хокке обычный бейсбол кстати мне тоже нас хотя он чуть-чуть кривенький хочу сказать вот но тем не менее в матче сыграно по нему огромное количество но футболу с которой сокер блин но не сказать что он прям тоже ровный на на четвертом на пятом уровне там играть интересно но я думаю все таки если я возьмусь за никецу футбол который гол 3 там будет куда больше интереса 10 уровня осталось так ну и почти час играем блин час прошел практически незаметно то есть две трети игры позади и скорее всего в общем то сейчас будут ближайшие уровни достаточно гаденькие что-то не подсказывает потому что я помню в детстве реально шестой уровень для меня был долгое время чем-то непроходимым скоро узнаем почему кстати говоря еще о шмапах на том же сборнике 64 в одном был еще сука продвенчу радонбрик сказал ну-ка поподробнее хотя собственно я не думаю что что-то новое скажет я читал описание его его таблицы в общем то я тоже много чего скажу так что в общем то можешь написать интересно будет я не думаю что он что-то новое уже сказал так вот по поводу шмапов еще есть бивингс тоже с бесконечными кантами тоже не короткий но вот он поинтереснее гораздо во-первых разнообразие оружий есть оружие секретное есть варпы разные боссы разные уровни сами по себе то есть в общем-то да неплохая игра но тоже длинная блин но опять же если пользоваться варпами и сознание они конечно то нормально единственное скорее всего займет прохождение его даже на часа три что я нихрена не помню он мне попал вот каким хреном он меня попал если все время стоят буквально в одном и том же пиксели становлюсь блин вот опять он чуть не зацепил меня и естественно по инерции в крыло облетаю когда мы подбиты не будем этот остров парашист ну блин реально он неудачный он неудачный даже вот 96 процентов она правильно там самолетов-то было с десяток и это здорово он особенно по сравнению со второй третьей частью вторая часть явный прогресс а третье это уже как минимум хорошая игра конечно блин к ты увидишь третью часть ты впервые вообще не захочешь играть только вот какие-то совсем ностальгические чувства вот как меня или какие-то не знаю желание просто отомстить это игре выделать хотя бы ее с пчелой может заставить играть я кстати за остров наверно возьмусь не в конце года может быть не буду загадывать но может через месяцок-другой точно потому что тоже надо пройти вы забыть к хренам без пчелы я эту проходить не собираюсь я знаю что многие его проходили без пчелы но для меня это будет слишком проблематично еще раз говорю скилл то есть лучше того же баки о хэр о хэр пройду на харде потому что все-таки там буквально сколько уровней наверно 8 проблематично и все остальное медленно наверно проходится вот это вот который он этот где это броня от танчиков 0 как бетон как-то это так взял интересный хит-бокс какой-то странный ну ладно засчитали засчитали не будем придираться лишний раз ну блин да вот выпуска конечно имеет значение поэтому если бы вот это вот игра была как он 91 это все я сказал бы порожняк просто полнейший тот же рэмпич кстати говоря он по-моему то ли 88 то ли даже 90 какого-то года я вообще не понимаю как можно было выпустить это такое время ладно этом играл в эту в японскую чаеса на абаке а тисо тикойте там 92 года но выглядит как будто одна из самых ранних ладно букс не она легкая там прошел забыл мало того что там она легкая так еще и там пароль на каждый уровень есть то есть ты ее пройдешь ну блин ну за час за полтора максимум судьи можно будет на стриме как-нибудь пройти чисто для разрядки обстановки скажем так когда меня забесят всякой вот это вот хрень для разрядки у меня есть gta и будут остальные еще и вот так вновь у нас зеленый материчок гирилла ворбула что гирилла ворбула я не совсем понимаю контекст но я я знаю что игра есть такая и то что там тоже бесконечные конты то есть насколько не сдыхай начинаешь того же места и все то есть я можно тупо пройти first раном без проблем просто к чему-то это написал винт я не совсем понимаю как бы такое ощущение что ты что-то писал на потом вначале несколько слов удалил предложение потом в конце еще чего-то то есть я вот не очень понятеля а то не чуть не зажален седьмой уровень но это понятно что пишет осталось 7 уровней но блин в детстве думали на хрена уровне в обратном порядке считать понятно ты уже знаешь сколько долбаные самолеты списки у меня нет но опять же такую игру просто сесть и пройти без без б что называется то есть но опять же чисто для галочки проходить не хочется надо прям сесть чувством толком с расстановкой не люблю вот это вот спонтанно незнакомую игру взял прошел но за редким конечно исключение то есть это по сути как с опенбор играми где-то и даже из game over словишь ты нажимаешь load game и тебе с того же уровня просто со всеми жизнями кантами начинаешь то есть как бы это прикольно но не знаю можно было там и челлендж добавить тогда конечно не поиграть можно я про него слышал особо никто и не ругал опа опа увидите игра тормозит игра тормозит спрайта давайте ну да спрайт самолетиков медленнее становится все ведь самолет разбился здоровый и самолетик полетели пободрее сейчас я все почитаю у меня тут просто боль начинается на экране все отлично да кстати был такой я он кстати самый шестой уровень посмотрим что у него сложно позвала к себе это товарищи давайте adventure island покажу что это за трындец такой а я вы более менее в него умел уже играть и отпуск не помню блин я в него играл помню мне лет 12 был его тренировал чтобы пройти но не прошел естественно потом на на я все-таки иногда поигрывал в него и как-то говорю давай позову я прям шел отлично на первые пять миров вообще без смертей шоу о самолет на подлете даже уже сдох вот и тоже игра игра и где-то на мире на шестом хренакс и дэндзя повисает тупо вот то ли я дернулся с проводом от жойстика и короче говоря все стоп кадр на вечный было видно сдох вот начинается первый звоночек четыре жизни почти 600 тысяч набрал охренеть так это дополнительный самолет они краски будут нужны очень сильно блин вот эти конечно очень мешаются просто пол экрана отрезают на хрен еще учитывая что я по а да детка дал блин пуля пролетела между самолетами между моим и со товарища ну да тормоза конечно в игре все таки выручают ну да я смотрю все таки да тормоза блин опять пуля между мной сушки два раза в рубахе родился за уровень на туре смотрите сколько пуль на экране охренеть просто охренеть будет хелл местного пошива по минус 1 нет приставку у меня было junior дэнди джуниор 95 году покупалась до сих пор жива на ней как раз таки прохожу вот эти вот игры на железные дэнди что меня на youtube канале ну шестой уровень да был действительно жестковатый хочу сказать прям нещадно меня там бомбили но выжил на двал такой дернешься и все и что-то где-то там какой-нибудь контакт коротнет и все приехали насчет приставки и вот этих зависаний так что бывал но не часто но было писец обидно конечно еще у меня аж тяжеленный блок питания был на собственно кого он был легким назовите мне этого человека тоже да он любил чудить и сам из розетки был не выпадал были да сколько у вас тут летает а кстати пока никто не стреляет очень хорошо надо всех косить просто вот откуда ты взялся откуда ты высрался даже не взялся просто вот снизу экрана хрясь нате здрасте я очень рад а 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 все отстаньте уже взрываетесь все нахрен отлично она все осталось чуть-чуть сейчас 10 как раз играем продащи 4 уровня не так уж и чуть-чуть понятно что большую часть уже прожили даже что обидно всего-то один конт потачу но пока еще нет а кстати расцветка самолетов изменилась и тут же я вломился ахерев от всего этого самолет летящий сзади дамы типа подлетели на чему это к японии что ли то есть вот это вот я уже увидел очень-очень взрослом возрасте и самолетки чуть черный продукт этот блевотный фон расстраивает до нельзя сушить прямо вообще борзевшие местами самолет я смотрю по четыре пулю некоторые садят вот он конечно песни просто с припевом дарин посмотрите на их агрессию не реально гасят просто он быть здоров пулями но тормоза все-таки здесь выручают и конечно такие жуткие как в радиусе бывают когда то резко все медленным становится то резко быстро что несколько тоже раздражает блин да что же творится что не очереди там меня садят все и этому прожили 73 процента каких-то так бомбочку надо приберечь блин очень не вовремя ладно все хорошо до последнего уровня довольно лютоватые но опять же по меркам этой игры понятно что это никакой там не болит хелни дудон плачей тип того вот пожалуйста зеленые самолеты еле видны на фоне если не красные пятна периодически появляющиеся я вообще хрен бы их видел хорошо это конечно же нет не могу сказать что опять же это ужас прям как они могли такое сделать но это один из небольших но минус минусов которые добавляют еще штрих к игре трах тебе дох 2 жизни 3 уровня там последний там как раз таки все самолеты пацифисты то есть по сути 3 2 только представляет какую-то угрозу блин нежданчик называется летишь убивать самолет а он чуть не убивать следующий тебя а 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 что творится на экране а а а а а а а а Даже 700 тысяч, даже 720 набрал Ровно на жизнь, обалдеть Так, теперь жизни 3 Ну и по-моему В конце второго уровня босс Который может затроллить Как уже было Хоть один раз, но может и одного будет достаточно Короче все, просто Жестьман Просто да, потихонечку привыкаешь на самом деле К тому, что творится на экране Но тем не менее Так, это дополнительный самолет Вот сейчас они очень нужны будут, но Зашибись Вот они очень были нужны И они тут же сдохли Сейчас я сдохну Да Да ты знаешь, Exit Bike очень хорошая игра И в нее сыграть 2,5 часа или 2,40 Сколько там у меня было Нормально Тем более, опять же Я сел-то подготовленный, а не с бухты барахт А дай-ка я сяду до 100 кругов пройду 100 раз, пятый раз Как бы я морально к этому готовился Очень долго То есть это первая мысль у меня была еще, наверное Давно Еще в лохматые годы Скажем так, когда еще Кроме приставки-то ничего не было Даже первого компа еще не было А это почему-то не сдох Самый умный, наверное Вот, поэтому Эта игра хорошая Это не Не знаю С чем сравнить Не 99 там уровней В Галаксии они, допустим Каком-нибудь Тем более, опять же Я Как бы Exit Bike Это первая игра, которую я спидранил Еще на приставке То есть я записывал свои собственные рекорды на каждой трассе И старался их побить Потому что понятно, что рекорды Компьютера Ну, ориентиры вот эти вот Они совершенно никакие Вот И, соответственно, я еще и старался на пятой Вот на вот этой трассе Где 99 раз я проехал там или 100 Я еще старался побить собственные рекорды Трижды его побил Что было очень приятно для меня Вот так То есть здесь я еще и как бы смысл заложил Не просто 100 раз намотать Одно и то же По одной и той же трассе Игра приятная В нее можно сыграть Ну, видите, здесь меня не атакуют Но, правда, и сзади Тем не менее летят Скорее всего Этот уровень проблем не должен Для меня Каких-то проблем не должен ее доставить Что вообще очень странно Последний уровень считается самым сложным Но Здесь решили по-своему По-моему, даже большой самолет здесь не будет Который вот Странную бомбу взял Хитбокс у него непонятный Сейчас попробуем без промахов стрелять С максимальной эффективностью, так сказать То есть есть такие игры, которые реально играть тут можно долго Ладно, хрен с ними Без промахами, блин Да, кстати, я тоже по борзее стал стрелять Под конец игры Здоровый А, все, начали уже пикировать некоторые То есть, опять же, в них можно врезаться Но Если вы до этого дошли уровня То я думаю, у вас уже хотя бы хоть какая-то реакция Выработалась И умение Играть в эту Вот этот самолет, кстати, тоже может вас уконтропупить Запросто Блин, я сейчас чувствую, меня еще и собьют нахрен Повятно, что я могу просто их всех избегать Ну, все, ладно уже Пройдено И сейчас обратите внимание на экран На победный, подчеркиваю, экран Что? А Да, вот он Нормально? Все Игра пройдена За час двадцать Да, ура Ура Так, ладно Сейчас Локалку не буду отключать Скажу свое мнение Что мне в этой игре нравится Бесконечные конты Разнообразные пауэрапы Неплохая прорисовка Для того времени уж тем более Потому что Блин, ну Все-таки вот этот весь ландшафт Он действительно прорисован достаточно подробно Достаточно неплохо Но минус Это не Адекватная Да, мультик не показали Вот, слава богу Конгретюлейшн написали Под похоронную музыку статистик Первое, да Это неадекватная продолжительность этой игры Нахрена сделать столько уровней Не знаю Здесь было бы десять уровней С разным ландшафтом Она бы была Куда интереснее Куда лучше Она бы, может быть, даже хитовой была Для своего времени Но Нет Музыка Это отдельный разговор Я не знаю Как можно написать Одну мелодию хорошую И две просто Ну ладно Там На гейм-овере не читаем Одну хорошую И одну просто Мозговыносящую Не знаю Честно Ну управление Управление, да Из плюсов И поэтому Блин, это та игра Вот я ее прошел Все, мне никогда ее не хочется Больше никогда Запускать даже Не то, что там Что-то еще уж Вот и все Оценка Ну Где-то 4 из 10 Или 5 Нет Нет, 4 Вот Так Я вот думаю С первого по пятого уровня Пройти 99 кругов Потом пока не будет Обнуления Да нет Я больше Эксайдбайк Так не буду Авантюрно играть Нафиг надо Тоже Сиде Понимаешь Проблема в том Сейчас я локалку Установлю